А теперь покажу вам упражнение, которое очень похоже и избежно по своим действиям с эксцентричной гантели, но поверьте мне, я это упражнение всегда делаю после гантели, после эксцентричной гантели, но это упражнение влияет на несколько другие партии мышц, вот обратите внимание. Я подключаю сейчас уже и бицепс, а мои пальцы только держат, то есть сила сжатия самой ручки вот этой здесь нету, здесь только держат пальцы, пальцы являются как бы крючком, но здесь я после того, как делаю статики на эксцентричной гантели на столе, я здесь подключаю легкую динамику бицепса, вот смотрите. Лёгкую, то есть то, что потом мне нужно будет после обороны перейти в контратаку. И пальцы у меня держат только исключительно как крючок, при этом заворачиваю гантели, заворачиваю ручку, и не работают у меня пальцы в такой же самой динамике, как они работали на столе, а подключаю бицепс. То есть вот этим движением я потихоньку целую вот эту цепь, о которой я говорил раньше, каждое слабое звено прорабатываю отдельно. И если когда-либо вам удастся попробовать сделать то же самое, что я делаю, то есть попробую сначала сделать на эксцентричной гантели, а потом на этой ручке и на регулированном блоке, кстати, трос от ролика идёт практически параллельно к столу. Это очень важно. Я его тоже беру своеобразно, то есть таким захватом, как беру ручку на столе эксцентричной гантели. Ну и самое главное, я не работаю на грубых, на толстых ручках, так как, как правило, нужно для спортсменов с длинными пальцами. Да, у меня длинные пальцы, но аж настолько такие, как в Андрея Пушкаря или в Алексея Боевуды, то нет. Поэтому не хватает этой ручки. Поверьте мне, подкладывать сюда массивную ручку для меня нет смысла. Если кто-либо будет пробовать это упражнение и переубедиться в моем убеждении, скажет, что да, желательно поставить сюда толстую ручку, пожалуйста, делайте это. Абсолютно, как говорится, не влияет. Мне как раз подходит эта ручка. Вот так. Абсолютно.